Как воспитывать граждан и патриотов, а службу в армии сделать престижной? Задачи гражданского патриотического воспитания молодежи обсудили на заседании Совета Приворска Федерального округа в Казани. В столицу Татарстана приехал полпред президента ФПФО Михаил Бабич, представители Министерства обороны, внутренних дел, спорта, страны МЧС, России и других ведомств, а также главы субъектов округа, в том числе и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Так встречали участников заседания в Казани в Республиканском центре спортивно-патриотической допризывной подготовки «Патриот». Рабочий день руководителей регионов ПФО и полпреда Михаила Бабича начался с посещения этого учебного заведения. Центр курирует работу кадетских школ региона, занимается углубленной подготовкой курсантов к военной службе. Вспомнить свои, возможно, уже забытые навыки, которые когда-то получили в армии, гости смогли с помощью специальных тренажеров, на которых обычно занимаются воспитанники. Так оказывать первую помощь курсанты учатся с помощью тренажера сердечно-легочной реанимации по имени Антон. А благодаря оптико-электронному стрелковому тренажеру учиться стрелять можно прямо в классе. Патрона не требуется, все абсолютно безопасно. Из Центра Патриот участники отправились в ратушу на заседание Совета. Началось оно с хорошей новости. Впервые с 1991 года в нашей стране создано Суворовское училище. Распоряжение уже подписано правительством, располагаться училище будет в Пермском крае. И первые 240 курсантов примет уже в сентябре 2015-го. Сейчас в России, в частности в Привозском федеральном округе, за военно-патриотическое воспитание взялись серьезно. Действуют специальные проекты, работают поисковые отряды, патриотические клубы, лагеря. И это своего рода компенсация за предыдущие годы, когда в этом направлении не дорабатывали, отметил полпред. Если мы не работаем с нашей молодежью, значит с ней работают те силы, которые на наших глазах буквально за несколько месяцев раскачали ситуацию на Украине до гражданской войны, до такого гражданского противостояния. У нас очень хорошая молодежь, она любит свою страну, она патриотично настроена, но только на лозунгах, только на призывах эту работу организовывать нельзя. По анализам специалистов, общая вовлеченность граждан в системе патриотического воспитания 22%, а в нашем федеральном округе этот показатель достигает 48%. Предложений и примеров, как поднять его еще выше и объяснить молодежи, что быть патриотом не только носить георгиевскую ленту в День Победы и болеть за нашу сборную, поступило много. К примеру, в Самарской области к 70-летию Победы школьникам присвоят имена героев страны. Просветительский эффект налицо и отказны, практически никаких вложений не требуется. Герой России Игорь Станкевич отметил, нынешние молодежи значительное время проводят в интернете и там тоже стоит вести работу. К примеру, снимать и выкладывать в сеть фильмы о героях страны. Опыт показал, они пользуются популярностью. Чуваши отметили за активную работу регионального отделения ДСААФ. Руководство республики также поблагодарили за помощь в проведении в Чебоксарах чемпионата мира по парашютному спорту. На сегодняшний день в каждом регионе Приворско-федерального округа, в том числе и в Чувашской республике, мы очень много делаем для того, чтобы, во-первых, наши молодые люди были сильны, смелыми, здоровыми, мужественными и могли всегда преодолевать трудности. У нас очень сильно развито тоже кадетское образование, кадетские классы, кадетские школы. Если в 2019 году 50 выпускников кадетских школ, кадетских классов поступали в высшие военные учреждения или высшие просто учреждения, которые при Министерстве обороны, то в этом году 182. То есть это почти 4 раза больше. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы двигаемся по правильному направлению. Вот этот дух надо поднимать. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика.